Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Необычных решений, как там визуальных, так и механик соответственно И потенциально то могла быть просто конфетка компания Но, увы, не вышла Поэтому вышла эфире «Тёмная сторона» И посмотрим, что она из себя вообще представляет Понятия не имею, что тут есть И честно, сюжет эфири курился мной давно Поэтому я нихера не помню Итак, весьмаая часть эфири В ней пересекаются линии разных персонажей И прямое продолжение сюжета за Альвина, Сириуса и Мелисы Ну, Сириуса я помню, по крайней мере Того канализационного пацана Да, вот он, зелёный Так, тут у нас FUHD Хотя, скорее всего, это 512 на 512 Не, тут у тебя того, короче, растянутый Ладно Ролик в лагере Поехали! Отряд Тэмморда преодолел южные границы Минарии И направился в Дикий Лес Так, ну, карта всё так же оформлена В классическом эфирийском уже стиле Какая-то тёмная башня Руины Великой Стены Изельские горы Блин, я даже понятия не имею, чем закончилась Седьмая часть Надо было хотя бы пересмотреть Прохождение своё Так, ну, этого пацана вроде я тоже Помню, что он просто был А кто он такой, понятия не имею Аааа, кажется, они разминулись Или что-то такое в последний раз, да? Нет? Отряд Тэмморда продвигались по дикой территории По направлению к Тёмной Башне Части Древней Великой Стены Твоя помощь неоценима, как всегда Будет тебе Всё как раньше Да, мой друг А сейчас непривычная тишина После стольких дней похода по Дитому Лесу Скажи мне, Сириус С тех пор, как я тебя подстричал на дороге Такое чувство, что тебя что-то беспокоит Поход, враги Не ври рыцарю с каких пор для тебя враги Это проблема Что произошло? Просто бывает Так что ты сам для себя неожиданность Я не понимаю, о чём ты Не обращай внимания Просто вспомнил Элета Нехорошо с ним получилось Он помогал мне Хотел пойти в рыцари А я ушёл с рыцарем Он остался Собрал Сириуса в причинах Беспокойства Ты сам видел дикарей и чудовища С которыми мы имели дело Взяв его с собой Это был бы смертный приговор Который вынес я А моя задача защищать людей Абсолютно согласен с тобой Но получилось это плохо Может я и подоречился Но Ирма в опасности Я рассказывал тебе Про битвы Где мы успели принять участие И монстров Что унесли её И я чувствую в этом свою вину Честно признаться Когда бился с этими ящеролюбами И штурмовал замок Деммоны Как мне не хватало тебя Я представлял Как бы ты крушил их И приходилось тебя не подбадривать Как остальные А останавливать Много веселья я пропустил Говоря о башне Оттуда вышли эти необычные создания Может там будут ответы и для тебя Сомневаюсь Кринжая озвучка жуть Я собственно хотел попросить Об одной просьбе Так, так, я слушаю Скоро мы достигнем башни А рыцари священного круга И несколько командиров Против моего предложения В разведке Боюсь, чтобы враг Не подстроил нам засаду Я хотел бы, чтобы ты Разведал путь впереди С моими людьми В одиночку идти к врагам Это мне за то, что я пропустил Пару битв Сириус Я никогда Все нормально Никаких проблем Не сочти за трусость Но я не могу оставить отряд Будь с нами магисток Или если бы только я командовал А то лучше бы вдвоем С тобой пошли Тебе никто не прикажет А отсутствие пару Боинов не заметит Я сказал, Альвен Все сделаю Скажи своим Пусть собираются Сейчас и отправимся Ночью Это самоубийство Я забыл Ты же видишь в темноте Береги моих людей И за собой присматривай Это опасное место Да-да Окей Короче Авторы Решили Зануть озвучку ботами Кстати Боты сейчас Прокачаны И относительно Неплохую озвучку Вдают Относительно Все еще Сушится Гладос Некое тут Они все-таки Говорят как роботы И с эмоциями Когда их надо проявить Где-то акцентировать Нема Они у них очень плохо Ну Там Конечно же С ударениями И так далее С тем посложнее будет Но Тем не менее Короче говоря Да С Альвином Еще более-менее Голосок Но Сириус мимо Абсолютно Я не знаю Можно было поработать Над звуком Уменьшить тон Ну Все в таком духе Вот Ну Такой чувство Будто один голос Говорит Не знаю По мне Не самое удачное решение Наверное Было Добавлять Звучку Ботами Хотя В какой-то степени Это мне Работу облегчает Ну И Да Наверное Все-таки Интересно Немного Голос Такой Послушать Но Я думаю Что Одна-две Главы Уже Он приезд Он доест И Хочется Побыстрее Захочется От него Избавиться Захочется Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова